Битлз 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 Начали многие группы выступать, и один из первых, кто там был, это была группа «Битлз». Конечно, они выступали не в 1957 году, а гораздо позднее, но тем не менее, был этот избранный день, как день открытия этого клуба. А как-то вы отмечаете специально? Ну, вы знаете, я с удовольствием всегда отмечаю все события, которые связаны с «Битлз». Ну, дни рождения, когда проходит, например, макарни летом или кого-то еще. Мы обязательно слушаем это, встречаемся с друзьями, разговариваем, что-то покупаем по возможности, где что-то кто-то смог встретить или достать. А так, конечно, любой день я слушаю с удовольствием, и больше всего предпочтения моей, ну, не маленькой теперь уже коллекции виниловых пластинок, я отдаю предпочтение группе «Битлз». Есть и сборники хорошие, даже, скажу вам, ну, не знаю, интересно или нет, даже в «Эмиратах», ну, в «Битлзе» есть большой магазин. И там большая коллекция пластинок «Битлз». Но они, конечно, все новодельные, это современного издания. И моя жена в прошлом году подарила мне двойник, там купила, я с удовольствием слушаю, это называется «Белый альбом». Конечно, он издан ранее, но это новые версии его. То есть, постоянно переиздаются? Пластинки постоянно переиздаются, причем «Битлз» называют одно из ведущих мест. Они есть и в моноиздании, и в телеиздании, есть и коробками, есть и поштучно, что называется, и каждый альбом, и сборники, много, очень много. У вас, можно сказать, еще новое пополнение большой коллекции. Да, вы знаете, этот год начался очень удачно для меня в этой позиции. Дети подарили мне очень коллекционную пластинку, на мой взгляд, достаточно редкую. Это пластинка «Сержант Пеппельс», выпущенная в оригинале в 1967 году. А пикчер-диск, так называемая, напечатанная на пластинке фотография, она вышла впервые в 1979 году. И с тех пор она, может быть, и не пересдавалась. Это вот пластинка перед вами, которую мы можем видеть. Можем посмотреть, да, она даже двусторонняя. Смотрите, она, естественно, двухсторонняя, с двух стороной напечатана эта фотография. С обратной стороны, естественно, полная здесь аннотация, да, полные пластинки. Да, это очень интересная пластинка. Ну, по звуку она такая же, как и все предыдущие, не хуже и не лучше других. Просто оригинальное звучание группы «Битлз». Но тем она интересна, что она издана как пластинка, которую вы можете видеть, и конверты. Они сопоставимы. Вот вы можете посмотреть фотографии «Битлз». Представлены продолжение конверта, скажем так вот. Ну, еще много. Совсем недавно, а именно вот в этом году, уже в 20-м году, 8 января, мне удалось побывать в Москве. Мы отдыхали, гуляли. И вот удалось купить новое издание Хантера Дэвиса, которое является единственным, кто издал авторизированную биографию группы «Битлз». Это новое издание, вышедшее в конце 19-го года. Дополненное, большое предисловие автора. Эта книга практически та, что была выпущена в 1968 году, с небольшими дополнениями. Очень интересно. Большое, так сказать, удается внимание, уделяется документам, которые удалось за последнее время достать. Большое предисловие. Специально что-то новое появляется, да? Какие-то новые данные, записки. Кто-то что-то находит, где-то вот нашлось, например, письмо или стихотворение Джорджа Харрисона. К сожалению, он в 2001 году покинул нас, он умер. Теперь, к сожалению, группа никогда в правом составе не сможет собраться. Но два участника существует по сей день. Это Пол Маккартни, который являлся, что называется, стержнем группы. И, конечно, ударник Ринго Стар, который тоже до сих пор, кстати, выпускает пластинки. Даже бывал в России с концертами, и Линго Стар, и Пол Маккартни несколько раз был в России. Очень интересно. Вы один из счастливых зрителей, который был на нескольких концертах Пола Маккартни, сэра Пола, да? Вот какие впечатления у вас были? Это был просто волшебный день. Мы никогда до этого не могли в это даже и поверить. Ой, как сейчас помню, 24 мая 2003 года Пол Маккартни впервые посетил Красную площадь с концертом. Я имею в виду, тогда присутствовали и Путин, и Лужков были на этом концерте. Вся элита, практически все музыканты. Нам тоже удалось приобрести билеты. Расположились мы на Красной площади, что называется, напрямую на брусчатке. И смотрели этот концерт, что называется, живем беспрерывно несколько часов. Потом вышел фильм специальный, Маккартни выпустил его на видео, естественно. На следующий год, в 2004 году, он посетил еще раз Россию. И уже выступил на Дворцовой площади в Петере. Это тоже было незабываемое зрелище. Там все были тоже кто-нибудь. Вы отслеживали, да, когда будет следующий выступ. Мы вообще внимательно следили, конечно, что тут близко к нам можно достать или попасть. Мы, конечно, там были. А последний концерт, я помню, это был 2011 год, спорткомплекс Олимпийский. Тоже побывать удалось на концерте. Когда всякий концерт Пола Маккарта, это незабываемое шоу, которое составлено не только из его песен, но там целые, можно сказать, заняты артисты и цирка. Ну, в общем, это незабываемое шоу. Что тут об этом говорить? Это лучше надо смотреть. Вы подпеваете, когда исполняете? Да, когда бывают такие моменты, конечно, да. В свое время, когда мы работали в нашем ансамбле, и на мой юбилей участники нашего ансамбля тоже подарили мне переработанную песню группы Beatles Yesterday со Снаем Славой. Она до сих пор у меня хранится в оригинальной папочке, и это было посвящено нашей семье, скажем так. Это мне было тогда несколько лет назад. Такой трогательный. Да, была переработана песня. Она существует у меня на видео и существует на CD. И когда-нибудь я смогу вам продемонстрировать. А еще также я знаю, что Пол Маккартни также не останавливается, развивается и творчески. Пол Маккартни очень интересный во всех отношениях. Вы знаете, скажу вам, только что сегодня узнал, что вышла книга «Эй, дедуля» называется, посвященная всем дедушкам мира. Пол Маккартни ее написал единолично в 2019 году. К сожалению, я ее пока не приобрел, но уже заказал. То есть для всех поколений. Музыка для всех поколений. Она для детей, выпущена специально «Эй, дедуля», там сказки для детей. У него 8 внуков, кстати, у Пола Маккартни. Это вот к слову. У меня только два поколения. У вас еще все впереди. Прекрасно. Стелла Маккартни, да, известный дизайнер. Это его, да, одни из его детей. Там у него несколько детей, было несколько жен. Последние тоже, вы знаете. А вот эта вот пластинка, как раз, да, Пол Маккартни одна из... Пол Маккартни выпустил в 2018 году под названием «Эджипстейшн», египетская станция. Что интересно, все иллюстрации и зарисовки изобразил сам Сэр Пол. То есть его творчество не ограничивается только музыкой или стихами. Он даже и немножечко рисует, и даже неплохо. Кроме того, вот я вам сказал, сейчас он выпустил книжку, и это тоже для меня новое открытие, тем более уйти. Называется она «Хейди-дули», там современная такая интерпретация современного слова «Дедушка и чувак». Он чувак. Он там, кстати, открывал концепт, он написал «Привет, чуваки», говорил Пол Маккартни. Что не может не вызвать ответное ухорожение. Вопросы были, люди просто, ну, называется, что скачали, с места кричали и радовались. Так что да. Вот еще одна интересная пластинка, тоже в прошлом году удалось мне ее приобрести. Это саундтрек к фильму, который назывался «All this and World War II». То есть это «Все» и «Вторая мировая война». Она была выпущена как полудокументальный фильм в 86-м году, и появилась там все лучшие были музыканты задействованы в записи этого альбома. Ну, я не буду все перечислять, достаточно вспомнить. Элтона Джона, Родж Стюарта, ну, в общем, самые лучшие и известные имена участвовали в записи этого альбома. И она выпущена как двойной альбом, как саундтрек к этому, ну, можно сказать, забытому теперь же фильму. А музыка вот осталась. А скажите, у вас есть любимый участник группы? Да, у меня любимый участник группы – Пал Маккартный. Конечно, все они мне тоже нравятся, но Пал Маккартный мне особенно близок по стилю, по духу. Он тоже левша, кстати, как и я вот так немножко сложился. Ну, вот так. Ищите общие черты, да, и в творчестве? Ну, немножко да, есть, может быть. Ну, творчества, конечно, я никакого не имею, а вот что касательно его стиля, и, в общем, очень хороший человек, очень хороший по всем параметрам. Может, многие так, кто-то говорит, что Джон Леннон просто... Ну, вы знаете, тут нельзя выделить особо. Джон Леннон и Пал Маккартный когда-то встретили вместе, и это послужило основой. Тут ничего говорить об этом долго. Это все знают и говорят. Ну, единственное, что я хочу сказать, что самый полудовитый, на мой взгляд, это Пал Маккартный. Полудовитый я имею в виду по песням, по музыке, по альбому, по всему. Вот так вот складывается жизнь. Скажите, мечтали ли когда-нибудь встретиться лично? Ну, вот случайно где-нибудь... Знаете, такие мечты могут присниться только, наверное, я думаю. Мечты во сне бывают, да. Вы знаете, во сне может быть. Но так, конечно, близко мы его не видели. А когда был, кто проходил мимо нас на Дворцовой площади, это издалека удалось запечатлеть такое. Да, это было в Питере в 2004 году. Было в прекрасной форме, да? Да, 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 конечно, конечно. Тут уже говорить не приходится об этом. Скажите, пожалуйста, как вы коллекционируете? Сколько у вас в коллекции разных пластинок, книг? Вы знаете, трудно так подсчитать. Ну, я думаю, если вы тут понимаете, можно говорить, коллекция, она ведь из многого количества стоит. Какие-то альбомы очень нравятся, какие-то иногда хочется заменить, да, на более, так сказать, свежие. В том плане свежие, что вот, например, одного и того же года пластинка. Ну, скажем, я беру вот тут, у меня есть американского издания, а я бы, может быть, хотел английского. Там у них ценность пластинок по-разному звучит. Поэтому, да, ну, наверное, у меня больше, чем 700 штук их, наверное, больше, чем 700 разных. Ну, в свое время было еще больше, но теперь прошло время, и некоторые пластинки шли на второй план, так скажем, в запаснике, как говорят. Фонды. В запаснике, да. Что-то, я так понимаю, что находится большинство в интернете, да, какие-то вот такие... Нет, вы знаете, я в интернете смотрю магазины, где представлены эти пластинки. Сейчас большое идет увлечение наших людей, я имею в виду русских людей, которые на Западе, в западных магазинах, ищут старые издания этих пластинок. Привозят сюда, растамаживают, предлагают там, ну, может быть, моют какие-то, какие-то облагораживают, образно говоря, там, каким-то образом управляют. Да, реставратор. И потом представляют нашим людям. Ну, все реже и реже, и все труднее найти оригинальную пластинку. Некоторые, даже с 45-кой моего товарищей, с 45-кой огромные деньги стоят, которые были первые изданы когда-то, там, они стоят до 1000 долларов и выше за каждую маленькую. Ну, конечно, таких пластинок у меня нет, и быть не может пока еще. А с точки зрения музыкального направления, я люблю слушать хорошую, качественную музыку. Но сейчас слушаете на цифровых носителях, да, цифровых? Нет, ну, цифровые носители вообще не воспринимают как таковые, и не считают, что они доносят правильный звук. Аналоговый звук – это правильный звук, который звучит должен, и которые были, все пластинки, они записаны в аналоговом. В том случае. Да, да, в том случае. Именно это ценится. Да, конечно. А современные, да, они так, digital remastering, это, то есть, цифровое обновление. Ну, тут есть какие-то нюансы плюс, какие-то нюансы, но все равно старые пластинки слушать приятнее. А у них есть душа, живой звук. Это звучание, да, ощущение звука. Да, да, именно правильно вы сказали. Именно звук там глубокий, чистый, насыщенный. Современные они, вроде бы, с точки зрения правильного выбора частот, но звучат они для души менее приятно, скажем так. Я еще небольшое хотела предложить вам посмотреть фрагмент нашего сюжета из далекого 2013 года. Мои коллеги пообщались также с ценителями таланта группы «Битлз», с музыкантами. Возможно, вы кого-то узнаете. Сейчас посмотрим этот небольшой фрагмент. Ну, вот эти балкантоны 8 рублей стоили. Фирмовые рублей 70. Говорили, что иберолт был 200. Три зарплаты 100. Я отлично помню, когда я услышал первую песню «Битлз». Она называлась «Мишель». Сергей Миляев, личность во Владимире известная, основатель группы «Алгабас». Как и все люди его поколения, творчеством «Великой четверки» был сражен. Вместе с одноклассниками переводил тексты песен. Сейчас, будучи серьезным музыкантом, высокого мнения о «Битлз» не изменил нос пристрастиями. Касательно периода их творчества определился. Мне больше нравятся поздние альбомы группы «Битлз». «Let it be», «Abi Road». На этих альбомах группа «Битлз» уже не поет такие простенькие, легкомысленные песенки, двух-трехминутные. В общем, они уже начали работать с более серьезными формами музыкальными. Песни любимые есть у всех. И, наверное, я думаю, сопереживания в этих песнях просматриваются. Несмотря на то, что они исполняются на английском языке, несмотря на то, что много уже и переводов существует. Но очень красивая музыка, очень красивая. Можно много об этом говорить, но она действительно хороша. Я напоминаю, что с нами был Андрей Храджа, настоящий ценитель и поклонник хорошей музыки, и в том числе, конечно, творчества группы «Битлз». Большое спасибо, Андрей Александрович, приходите к нам в гости еще. Всегда приятно к вам прийти, приятные студии, приятные собеседники. Ну, наверное, удастся еще не раз встретиться и поговорить не только о группе «Битлз». Много других интересных групп. Я один из поклонников разных групп. Но в то же время, следующий бы хотелось, чтобы вы посвятили группе «Квин». Тоже большие легенды. Большое спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!